В помещении кровь следует искать в местах, где ее трудно заметить и удалить. Падение капли крови перпендикулярно с высоты до одного метра вызывает образование пятна округлой формы с неровными или слегка зазубренными краями. Разбрызгивание возникает с высоты падения 2-3 метра. Таким образом форма следов крови помогает вам создать картину происшествия. Если кровь падает на поверхность под углом, пятна приобретают форму восклицательного знака. Узкая часть указывает направление падения капли. Потерки образуются при стекании крови по наклонной или ответной поверхности. Помарки возникают от скользящего соприкосновения кровавленного предмета с поверхностью, вытирание рук, орудий преступления. Отпечатки происходят при дотрагивании испачканными кровью руками до окружающих предметов. Ложи крови возникают при обильных кровотечениях и указывают место, где происходила потеря крови. Обнаружение следов слюны осуществляется аналитической кварцевой лампой или при косо падающем свете, ярком электрическом освещении. Одежда и мелкие предметы со следами крови изымаются целиком. Обнаруженные волосы направляются следователем на исследование. При невозможности изъятия предмета носителя марлю со следами крови высушивают при комнатной температуре и вместе с контролем направляют в лабораторию. Продолжение следует...